Ну, Павел рассказал последние события некоторые. Я лишь немножко дополню то, что происходило, то, что происходит. Ну, что происходило за неделю, какие на сегодняшний день итоги того, что мы делали в последнее время. Ну, первое, что следует отметить, это то, что все документы по переходу, по переуступке части доли основного капитала SolarMash в пользу Solar Group в обещанном размере произведены. Все материалы, все документы сданы, проходят регистрацию, и я думаю, что на следующей неделе ничто не мешает получить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. Это все уже сделано, выполнено. Но есть один вопрос. Такой очень простой вопрос. Очень много было сказано в пользу того, что вот как только произойдет переуступ католей, тут же разверзывается небеса, имана небесная, посыпется на проект, и проект зашагается немедлыми шагами. Ни небеса, ни разверзывается, правда, разверзывается на улице, дождь, погода испортилась, да, но всего остального бешеного не происходит. Я еще тогда раньше говорил, что напрасно ожидали подобных событий, что эти вещи никак не связаны с интенсивностью привлечения инвестиций. И вот, и ни в коей мере не повышают привлекательность проекта. Ну, у меня мнение свое определенное, да, потому что я исхожу больше из практического опыта, нежели от умозрительных каких-то заключений, потому что людьми, управляют совершенно другие вещи и подвигают на определенные действия, но множество факторов, много разных нюансов, мотивирующих. И данное действие не относится к таким вот крупным мотиваторам. Это также ответ на этот вопрос является ответом на тот вопрос и на то предложение, что достаточно поставить камеры на участки застройки, и тут же все кино соинвестируют в проект. Это неправда. Это не будет. Да, интересно будет посмотреть кино, но не более того. Это та же самая Санта-Барбара, шоу, которое должно продолжаться. Да, красиво, да, интересно. Да, свежо. Ну, и во всяком случае, это стоит сделать, но привязывать и связывать его это действие с объемами инвестиций, поступлением объемов инвестиций, и что это каким-то образом повлияет на принятие решения по инвестированию в проект, я что-то очень сильно сомневаюсь, очень сомневаюсь, но все равно мы это сделаем. Теперь, что хотел бы отметить, это то, что вот когда люди говорят, что вот когда стройка начнется, вот это вот будет самое главное. Вы знаете, вот буквально недавно я слышал выступление Шах Назарова, когда он рассказывал, как он строил новое помещение для Мосфильма. И он отмечал, что из 10 лет, ушедших на стройку, 9 лет, это было согласование, разрешение и все остальное прочее, и лишь один год заняло само строительство. Понимаете, важно, самое важное в этом деле и самое сложное, это не построить здание само. Поэтому наибольший объем времени, наибольший усилий уходит на все возможные согласования, разрешения, утверждения, экспертизы и так далее, и так далее. Вот это занимает очень много времени и очень много стоит. Это как в разработке, когда готовая разработка, что в ней ценится? Образец готовый, который работает? Или что? На самом деле большую ценность, большую ценность, чем образец, представляет конструкторская документация, по которой этот образец сделал. Еще большую ценность представляют свои технологические карты и описаны тех процессы, как это все делается, как это все будет изготовлено. Поэтому в совокупности конструкторская документация вместе с технологической документацией, с описанием тех процессов, с документацией на оснастку, оборудование, точно так же с перечнем поставщиков, материалов, изделий, комплектующих, где у кого по какой цене покупается, с какой качеством. Вот это важно. Это и есть самое дорогое, а не образец. Потому что когда вам в руки попадает образец, то до момента, когда его можно начать производить, нужно выполнить колоссальнейшую работу, очень большую работу. Поэтому наибольшую ценность строительства, создания инженерного центра, то, что мы сейчас с вами делаем, составлять будет именно согласованная документация, получено разрешение на строительство. Мы до сих пор еще не получили регистрацию договора на аренду земли после регистрации. Не только мы, еще ряд компаний, которые вместе пакетно с нами подавали заявку, тоже еще не получили. И воздействовать, допустим, как-то, ускорять эти процессы намного тяжелее. Проще подготовить заявку, подготовить договор, чем проходить все эти ступени. И именно прохождение всех этих шагов, всех этих этапов и повышает привлекательность проекта и снижает его риски. Это надо понимать. Поставить веб-камеру – это несложно. Это далеко несложно. Это намного проще, чем пройти хотя бы один из документаций. Это надо понимать. Я надеюсь, что все участники проекта это прекрасно уже понимают, потому что все видели, наблюдали, как в реальном времени развивалось событие с получением статуса участника СООЭКОНОМИЧЕЙ ЗОБДА, Технополиса Москва. Девять месяцев при наличии готовой заявки, доработки там, все-все-все-все, эти этапы. Девять месяцев. За это время была создана лаборатория, лаборатория, технологические процессы были запущены, а этот вопрос решался. Много документаций было сделано, а этот вопрос могло решаться. Но, тем не менее, эти этапы прошли, эти задачи были выполнены. На сегодняшний день мы, невзирая на то, что еще строительство не начато, но мы уже занимаемся решением вопроса производства отдельных двигателей. потому что даже на этих площадях мы умудряемся заниматься разработками ни в таких крупных машин, ни в таких объемах, но все равно садимаемся. И все здесь, я этим хотелось бы отметить один этап, который мы прошли. Это мы сделали, выполнили что? В лаборатории выполнили поверхность оборудования, выполнили внутреннюю аттестацию оборудования и сдали все документы, необходимые для внешней аттестации государственной. Были специалисты к нам приезжали, из них смотрели, передавали документы, они на месте провели аудит оборудования, дополнительные документы им передали, и теперь в течение двух недель они нам должны будут дать аттестацию нашей лаборатории. С этого момента мы можем уже приступать к тестированию двигателей потенциальных наших заказчиков на разработку, ну и документов, и сможем выдавать уже официальные протоколы, которые будут соответствовать всем требованиям, требованиям предъявляемых в Бостоне. В принципе, чем я вас всех поздравляю, это вот серьезный этап, потому что все те проблемы, которые возникали на этом пути, они были преодолены, и не такие уж они были простые, некоторые проблемы, которые возникали, которые ставили в купи, и все равно находились решения. Вот. И мы достигли этого. Сегодня произошло еще одно событие, мы получили еще одну нагрузочную машину, для лаборатории, которая кардинально отличается от того, что у нас функционирует на сегодняшний день. Александр Судоров с ребятами сегодня вели съемку, я думаю, что они ролик сделают, и покажут, как все это происходило, с учетом того, что шел дождь, погода была не совсем комфортная, но, тем не менее, ребята приняли участие в этом процессе, ну, а помимо того, что они снимали, они еще участвовали в этом процессе. Машину получили, выгрузили, ну, и сейчас будем формировать еще одну линейку для тестирования уже более серьезных двигателей, потому что если у нас сейчас в лаборатории две линейки, и лаборатория позволяет тестировать машины мощностью до 10 киловатт и с максимальным моментом до 200 ньютонометров, то эта машина будет позволять нам тестировать двигатели мощностью до 70 киловатт и с вращающим моментом до 600 ньютонометров. Ну, открою такой небольшой секрет, дело в том, что в Российской Федерации нет эталона, который позволял бы поверять измерители вращающего момента с моментами больше 300 ньютонов метров. И вот этот вопрос будет, конечно, возникать, но у нас оборудование, которое мы получили, у нас поверкаем, на год хватит, но дальше будем решать, как поверять датчики с этой нагрузочной машиной. Но, тем не менее, с использованием этой нагрузочной машины мы сможем тестировать уже более серьезные машины, двигатели и решать более серьезные задачи. Так что мы с вами приступаем к второму этапу развития лаборатории и готовим ее для выполнения уже серьезных заказов, потому что это уже двигатели, сами понимаете, какого класса. Сейчас заканчивается ремонт, уже вошел в завершающую стадию ремонт помещения намоточным участком. И я полагаю, что в начале июля месяца мы сможем уже переместить оборудование, намоточное оборудование на этот участок и организовывать его работу. так что наши возможности постоянно расширяются. Значит, Александр Сударев, мы подготавливаем сейчас материалы по поверке оборудования лаборатории. Я думаю, этот ролик в ближайшее время будет готов, и вы увидите, как выглядят эти документы. Поэтому, что бы я хотел отметить, что риски в проекте снижаются тогда, когда появляются вот такие документы, такая документация. Но не ко мне. Ну, а теперь возвращайтесь к вопросу. Потому что, ну, больше таких новостей нет. Там, как говорится, шли бои местного значения. Решались текущие задачи, решаются задачи, продолжается работа с налоговыми органами. Мы по каждому действию сейчас, они хотят еще дополнительных пояснений. Мы, пожалуйста, даем камеральной проверке. Отвечаем, показываем. Потому что, ну, такого врача, я не знаю, кого так проверяли, но нас проверяют буквально по каждому вопросу. А почему вы так сделали? Почему вы так сделали? Ну, да, конечно, мы можем не давать какие-либо пояснения по этому поводу. Но, тем не менее, мы не отказываемся и свободно рассказываем, объясняем, почему было сделано так, почему сделано так, почему здесь приобретали, почему здесь платили, и так далее. Потому что, ну, все наши действия, они обоснованные, логичные. И рассказываем, хотя налоговый, может, и без нас до 16-го колена просмотреть движение наших средств, кому мы платили, куда, те потом дальше платили, и так далее. Но, тем не менее, мы сотрудничаем с налоговыми органами и намерены дальше сотрудничать, потому что, как только стройка начнется, будут материалы поступать из-за рубежа, там будут возникать возмещения по НДС, мы, естественно, будем подавать на возмещение НДС, естественно, нас будут проверять, естественно, мы будем взаимодействовать, с налоговыми органами, по каждой сделке будем давать объяснение, поэтому мы урабатываемся, или это нормальная работа, я думаю, что, и уверен, что эта работа идет только во благо проекта. Ну, еще одна новость, или не новость, я не знаю, так, значит, что сегодня произошло, еще, ну, это не произошло, это так, принято решение, на сегодня я утвердил товарный знак для СОВАЛМАШа, и сейчас Юрий Михайлович Агриков готовит заявку на патентование товарного знака компании ООО СОВАЛМАШ. Знак очень простой, предельно простой и лаконичный. после подачи заявки он будет опубликован. Первая публикация произойдет тогда, когда официально запустим работу не заглушку, а уже работающий сайт. Кому-то это может понравиться, кому-то не понравится, не знаю, насколько это привлечет инвесторов, не думаю, но мы делаем это не из-за того, что привлечь инвесторов, а для того, что это надо сделать, для того, что проект уже набирает силу, что у проекта уже есть свое лицо, и потому, что уже надо выпускать изделие, а на изделие надо ставить свой товарный знак. это не из-за того, чтобы неизвестить